но это проем водительской двери вот по порогу что у меня получилось сильно не ругайте дело вообще все в первый раз так вот получилось в пороге туда внутрь мавиля залил надо бы еще залить сюда мало залил и уж не видно сейчас еще мавиля туда забахаю в порог в этот так тут два слоя краски уже и еще два слоя надо лака сейчас она сохнет полчаса должно высохнуть написано что до нанесения лака не знаю прошло полчаса не прошло но уже все это к рукам не пристает все гладенькое но не блестит надо лак 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 лакированная поверхность должна блестеть и краска видите не по цвету но вам наверно не видно будет на камере не совсем в цвет то более серебристая это чуть-чуть более голубая вот так вот там под этим под ковриком бы еще заглянуть он тоже все красил я делаю тут у не лак высох еще вроде подсох вроде подсох вот вы отличить от по цвету вот на камеру от этого заводская идет это уже не заводская эти вот это вот была ржавчина его выпиливал этим дремелем все ржавчина до последней это я тут накосячил но блин первый раз крашу чего вы хотите это тоже я тут накосячил это дырки сквозная дырка ржавчина была уже до туда почти сквозная чудо задние пороги больше берут чем передние почему хрен знает ладно пусть сохнет лак написано должен сохнуть два часа ну пока делаю ту сторону лак тут и высохнет тоже уже два слоя лака больше сюда не буду ничего сейчас вот на вот этот порог залакировать чтобы два часа шли на чистой тряпочкой сейчас протереть будет пыли и первый слой лака по 10 минут 10 минут между слоями до 2 слоя межслойной выдержкой 10 минут для автомобиля прозрачная до компоненты плюс вот такую хрен с алиэкспресса заказал не знаю сейчас не попробую закрепляться так вот на баллончике типа удобнее водить все таки лак попробуем до удобнее с ней заметно удобнее таки вот подтеки остаются почему потому что много лака что ли лью вот первый слой лака есть переворачиваем как газ не пойдет мы ждем 10 минут лежит пойдем на ту сторону будем будем тут тереть я же пошел за тряпочкой тряпочку забыл что-то вот я этим шуруповертом провелся прошелся на здесь все пройтись шуруповертом чтоб как сказать то чтобы не глянцево было вот такая вот поверхность чтоб агидезия была лучше правильно я выговорил это слово вот отсюда вот прямо вот надо до до сюда даже вот до сюда он до сюда здесь значит это порогу тут нормально порог ну да да вот до сюда по низу тут вроде нормально здесь этот антигравий уже слой антигравия до сюда вот дальше краска сейчас наждачка это шуруповерт с насадкой не знаю видно будет или нет на камеру здесь вот виден переход черный к и то зеленый characters с природе вот первый границ здесь вот переход вот такой вот, здесь вот железо, видите, темная ржавчина, а вот здесь светленькое, это вот слой оцинковки, вот переход такой вот, и вот видите ржавчина, 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 всю эту ржавчину убрать, здесь вот тоже, тут вот хорошо заметно уже что ржавчина проела железо туда внутрь, на камеру наверное не видно, под углом тоже не будет видно, все-все вот это на убрать, здесь вот даже мельчайшие, все вот эти хрени на убрать, вот здесь вот это вот тоже убрать надо, вот по порогу, все вот это вот ржавчина, эту хрень, тут тоже надо обязательно пройтись, чтобы дальше ничего не ржавело, больше тут ржавчины нет, вот с этим вот будем разбираться, не знаю, но точно не сейчас, сейчас наверно просто порог вот это сделали бы, успеть бы, вот тут вот еще ржавчина, сейчас все протереть тут хорошо, где у меня этот, как его называют, обезжириватель, все хорошо убираться, всякая гадость, вот прыскашетка, ржавчина сразу же такая темная становится, сразу же видно, где еще ржавчина есть, так, по порогу сейчас попрыскаем, вот хорошо все смывает, всю грязь, вот здесь какое место, видите, все стер, обезжириватель, все хорошо стало видно, вот тут вот еще надо все проходить, вообще тут тоже все вскучено, краска, это все надо убирать, вот прям вот до антигравия, у антигравия вообще тут все нормально, все хорошо, хотя ниже вся грязь тут летит, здесь все хорошо пока что, ну что, тереть мне, тереть, еще раз тереть, промежуточный результат, вот видите, видите, сколько еще тут ржавчины тереть, краска, грунтовка, слой оцинковки, там слой железа, все слои хорошо видно, все-таки никто не сделает лучше, чем сам, блин, для себя, отдаешь сервис, тяп-ляп, да и ладно, вот так вот сдерут верхний слой только, нанесут красочку, и заплатишь ты сколько у нас, 5000 вроде за элемент берут, а через год она снова все пройдет, будет краска пучиться, снова вылезет ржавчина, нет уж лучше самому все сделать, самому все сделать на совесть, все-таки никто не сделает так же хорошо, как сам для себя, шуруповерт охватило на один порог, он сел, аккумулятор заряжается, ну что ж, глянем, что тут у нас получилось, где еще что надо потереть, так, вот здесь вот я ту хрень достал, она вот такой вид имеет, можно потом обратно запихать, без проблем, дальше здесь, тут вот еще черненькая вижу, тут черненькая, тут вот черненькая, здесь вот еще натереть, так, здесь бы желательно, тут вот черненькая, вот здесь вот ржавчина, наждачечкой надо вот здесь, 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 так, тут вот надо потереть, так и не потер, и вот здесь по порогу, по этой части порога надо все потерять, фу, все-таки непростая работа, теперь сидишь тут трешь, 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 у меня еще задний порог, задний порог это вообще ужас, ужас, я еще сюда и не подступался, он хоть поменьше длиной в два раза, здесь вот дверь дальше не убираться, ну, не открываться, не очень удобно, например, вот здесь вот тереть шуруповертом сюда плохо, можно повредить обшивку или этот уплотнитель на двери, а здесь надо будет шуруповертом все хорошо протирать, а еще, наверное, вот эту будет обшивку убирать, чтобы с этой стороны добраться, потому что там ржавчина, туда вон ушла, видите, до нее и не добраться там, да, трудный случай, что у нас, эти пороги с этой стороны, так, задний, ну, вообще отлично, краска практически не отличается по цвету, практически, на свету вот, выйти на светлый, ну, в смысле, на улицу выйти, при солнечном свете будет видно оттенок, а так вот, при таком нехорошем очень свете, вообще, оттенок не заметен, вот видите, подтеки лака, это, да, все мои косяки, красил первый раз, так что, такие вот косяки, покраски, ну, ничего, с той стороны, наверное, будет лучше, так, здесь тоже два слоя лака нанесено, ну, конечно, да, отличается, отличается, тут более серебристый, тут более голубоватый, тут тоже два слоя лака, все сохнет, 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 ну, вроде более-менее, хоть послужит еще, лет на пять, может, хватит, как думаете, я еще пленкой затяну, и, на, не забыть, не забыть, в этот порог, я вот, в этот, вот, хорошо залил, мавиле, в этот плохо залил мавиле, так что, сейчас, пока не забыл, займемся, так вот, мавиль, для скрытых полостей, там длинная, это такая штучка есть, самая жесть по порогам творится, конечно, вот, задний правый порог, это прям, вообще, жопа, вот это место, видно, как ржавчина его изъела, вообще, жесть, сюда дальше, идем, 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 тут вообще, пипец, и дырища такая, вот тут вот, вот, досюда, прям, дошла ржавчина уже, вот, досюда, все это здесь надо снимать, всю краску, вот, с этой стороной, я не знаю, что делать, и по шву тут уже идет, видите, по шву идет, как туда, внутрь тоже, я не знаю, пробраться, блин, вот это, конечно, жесть, подскажите, кто знает, как мне сохранить, центральную стойку, подольше, в заводском исполнении, в заводском исполнении, охренеть, внутри, что там, сейчас там, внутри, это, пыль, налетело, когда я тут, зашкуривал все это, да, пипец, такой тонюсенький металл, блин, но нет, чтобы потолще-то сделать его, ну, вот, видите, тут четыре слоя металла, видно, вот этот вот порог, это самый тонкий слой, он, где-то, наверное, полмиллиметра толщиной, дальше идет, вот, миллиметр толщиной миллиметра, миллиметр сталь, вот, это сталь, потом сталь, дальше вот это вот идет лист, и еще один лист, посередине, и это самый тонкий слой, охренеть, тут вот наружный, ну, он чисто декоративную функцию несет, но, блин, он ржавеет, тонкий, нет, чтобы потолще-то его сделать, опа-на, а кто мне тут вмятину сделал, не было вмятины, вот ведь, блин, и тут вмятина, еппереса-те, это не я, я ничего не ставил на крышу, такое тяжело, это какая-то собака чем-то стукнула, ночью, кто-нибудь шел, додал, блин, чем-нибудь, еще и два раза, еппереса-те, блин, тонкий металл, блин, тру-тру-тру, не могу оттереть ржавчину, вообще жопа, полная жопа тут, полностью весь порог, тут вот, наверное, еще дыра будет, в этом вот месте, шуруповерт сел, блин, а ехал за дрелью, наверное, или за болгаркой, болгаркой, наверное, не надо, а не шуруповертом, шуруповерт держать неудобно, такой вот порог, покупаете королу, смотрите все пороги, не знаю, может тут зашпаклевать эту дырку, ладно, надо сначала тут все убрать, а ехать за дремелем, наверное, еще, потому что вот, вот в этом углу, тут дремелем, только можно подобраться, не хочу вот это вот все портить, тут-то вот все хорошо, тут хорошо, тут хорошо, вот здесь только ржавчина, вот по шуи идет, причем, наверное, с той стороны уже идет, такая вот жопа, да, по шуи идет, с этой стороны, где у нас нормально, вылез на улицу, дрелью съездил, сейчас все пошло намного быстрее, вот здесь вот, здесь вот обработал, здесь все убрал, вот здесь по порогу еще, вот надо убрать черненькое, здесь вот, ну, в общем, вот этот порог обработал вроде как, вот здесь обработал, и вот до сюда еще добрался, здесь все сухое, сейчас вот это вот снимем, тут тоже покрасим, здесь все хорошо дальше, чисто, там трубка, Пережатая кондиционера, наверное. Вот такое вот дело. Сейчас дрелью все намного быстрее пошло. Ну что, все подготовлено. Тут намного лучше, чем с водительской стороны все. Тут вот, тут вот. А этот порог все обезжирено. Готово к покраске. Так, первый слой грунтовочки нанесем. Ждем 10 минут и второй слой. Все это происходит на улице, поэтому тут могут попасть и всякая пыль и грязь. Подтеки. Потому что дурацкие баллончики. Да, надо без этой вот штуки делать. Надо убрать из-за нее подтеки. Второй слой этой хрени, как она называется, грунтовка. Все красиво в роли. Все аккуратненько. Тут тоже. Посадим не на герметик, а на солидол, эту пробочку потом. Вроде все хорошо, все красиво. Все ровненько. Ну, с каждым разом лучше получается. Все-таки это уже второй, точнее, третий, четвертый порог. Вот здесь вот еще сколько ржавчины надо убрать. Этим преобразовательным ржавчиной намазал. И вот очень хорошо видно после него, где была, где еще нужно ржавчину убрать. Но чернеет. А на железо, наоборот, светлеет. Ржавчина темнеет. Вот видно очень хорошо, где можно, где нужно еще убрать. А вот сюда вот, сюда еще залил, в эту щель, как получилось, преобразователя. Не знаю, лучше, хуже будет. И залил, так залил. Ладно. Все тут, в общем-то, готово. Два слоя лака. Все отлично. Пыль уже сверху. Ну, на улице хорошо, естественно, пыль. Подтеки. Как без этого. Ну, в общем, вот так вот у меня получилось. Задний порог. Ох, это вообще жопа полная. Сколько я тут уже его сижу, дрюкаю, оттираю эту ржавчину. Все тут уже безнадежно потерян этот порог, я думаю. Вот здесь вот дырка. Здесь дыра, дырища. Вот здесь вот начинается дырка. Но еще нету ее. Почему он так ржавеет? Хрен знает. Надо было сразу бы убирать ржавчину, подкрашивать еще прошлому владельцу. Прошлому владельцу. Сейчас все тут без этого будет ржаветь. Мне уже тут больше ничего не убрать. Вот тут еще осталось черненькое. Вот здесь вот черные. Мне не убрать просто. Да и с этой стороны ржавчину мне тоже не убрать. Так что пока вот так все покрашу. Ну и в порог еще этого. Мавиль закончился. Залить может хоть подольше продержится. Так вот такая вот хрень. Подсобрал тут все. Тут еще грязь уже налетела. Понимаете? Вот минусы. Кого что красим на улице. И еще видно эти... Как его? От круга. Ну вот это от щетки. Царапины. Ну что делать сам зато. Зато сам. И толщина слоя 0,47. 0,53. 0,54. Почти что заводская толщина. 0,51. 0,52. Не придерешься. 0,48. Вот тут точно не крошенное место. 0,48. Ну 0,5 где-то. Заводское. У меня почти 0,5 и вышло. Я тоже 0,48 показываю. 0,55. 0,47. 0,54. Как я? Так. Тоже 0,52. 0,50. Здесь у меня первый слой лака нанесен. Ой, не лака, а этой краски нанесен. Вроде подсохло. Тоже 0,5. 0,53. 0,53. Бесспорно красивее и аккуратнее все сделают. Я бы тоже красивее и аккуратно все сделал, если бы мне было бы возможность по красочной камере красить. Хорошим бы этим. Ладно. Ну что, практически уже все готово. Два слоя краски, один слой лака. Думаю, еще на один слой лака положить. А вот тут вот натекло. Что-то вообще много. Ну ладно, что делать-то. Раз я рука жоп. Тут подтеки лака. Видно, да? Ну ладно, что. Вообще как-то пофиг. Сейчас там грязь еще под лак залезет будет. Вообще супер офигительное покрытие. Что тут можно, наверное, поставить уже все на место. Ой, блин, зря я там рано поставил. Ой, блин, зря я там рано поставил.